Есть чем, ибо у нас тут на столе, между прочим, сладости из самой Аргентины, но в том смысле, что не оттуда приехали, а их происхождение оттуда у нас вот родом. И представляет нам вот эти самые сладости Анастасия Глухова, директора производственной компании, которая их, собственно, и делает. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за аргентинские сладости, ибо вот внешне они напоминают, ну и всем известные вот такие печеньки, эти, не буду называть марку. Не будем делать рекламу. Да, то есть что это такое? То есть на самом деле это прямо вот в Аргентине это самая главная сладость. Да, в Аргентине это национальный десерт. То есть они его потребляют в районе 5-7 миллионов штук в день. То есть представляете, какой там объем потребления. Они не знают, что такое батончики, вот как мы, шоколадки. У них, естественно, есть конфеты, какие-то булочки. Ну вот этот, наверное, топ. Давайте про состав. Давайте разрежем, прямо покажем, что там внутри. Расскажите, пожалуйста, про состав. Ну видно, конечно же, сразу, что это мягкое пирожное. Мы их так ласково называем аргентинской печенюшкой. На самом деле оно как тортик, как пироженка. Двухслойная шоколадная печенька, очень мягкая, тающая во рту. И начинка тоже аргентинская. Дульс и де лечи называется. Не смотрите на меня, я буду есть сейчас. Дульс и де лечи. Мы ее тоже варим здесь. У нас как бы полный цикл производства. Много на сгущенку похоже, да? Или мне так кажется? Да, она немножко напоминает сгущенку, но она более такая карамельная или как и риска. И состав в ней более натуральный. То есть она на 80% состоит из цельного молока. Это вот это вот дульси... Дульс и де лечи. Да. Ну, сладкое молоко, в общем-то, в периоде. Ну, то есть получается шоколадная, как бы вот, как это назвать-то, вот, консистенция даже не пряника-то, да? А что это? Ну, бисквит получается, да, наверное? Оно как сахарное печенье идет, но за счет вот именно процедуры приготовления оно сохраняет свою вот эту мягкость в течение двух-трех месяцев. Поэтому оно как пироженка. При этом дополнительные какие-то консерванты, которые мы обычно вот видим на упаковках, мы не добавляем. То есть тут именно правильное сочетание ингредиентов дает вот такую вот... Хорошо. Я причем, что не особо любитель шоколада, ну, шоколадных всех этих вещей, но в сочетании вот с этой начинкой, это прям такой вот хороший вкус получается, она как-то сбалансирована. То есть нет вот этой жестко выраженного шоколадного привкуса, который часто бывает. Насколько это дело легко в изготовлении, в том смысле, что вот если мы тут вдруг сейчас расскажем рецепт, можно ли это дома приготовить? На самом деле, мы же тоже начинали с дома, в общем-то, по готовку. Идея возникла уже довольно-таки давно, года, наверное, два назад. Ну, от самой идеи до реализации, то есть заняло очень много времени. И, собственно, мы пробовали дома. Что касается самой печенюшки, приготовить несложно, но начинку дома приготовить очень проблематично, потому что во время приготовления ее нужно постоянно помешивать и повешивать всю поверхность. Ну, то есть как вот на кондитерских фабриках, кстати, вот эти вот миксеры огромные там, которые регулярно все это мешают, дома это, конечно, тяжело. Да, по-дому подгорает. На самом деле, мы очень много молока испортили, думали, что уже, наверное, не будет у нас ничего получаться. На самом деле, просто нужно профессиональное оборудование для такого производства. Ну, а вообще, как это началось? В первый раз попробовали ту сладость, может быть, в Аргентине были, да, и попробовали, и вот решили, что и в Красноярске должно быть обязательно. Да, мы попробовали, ну, на самом деле, в Испании попробовали. Вот, по большому счету, сладость аргентинская. Ну, там, естественно, много очень компаний, которые производят эти сладости, и они, ну, разные есть, от самых мелких до самых крупных, и только одна самая крупная компания может себе позволить в Испанию их экспортировать. И вот в Испании мы попробовали, очень понравилось. Долгий путь проделала идея из той стороны земного шара с Аргентиной через Испанию и в Сибирь. И в том числе в холодной Сибири можно попробовать, ну, не так, чтобы прямо уже жаркие страны Аргентину я бы не отмез туда, но, тем не менее, тоже аргентинская печенечка. Скажите, вот, по калорийности вот этого дела. Как у всякой сладости, да, вот, для нас, для девочек. Калорийность в одной вот штучке вот такой... 400. 240 калорий. 400 на 100 грамм. Она весит 60 грамм. Ну, я не знаю, это как. Это, так, 240 калорий. 240 калорий. 240, ну, это минут 15 на беговой дорожке. Ну, по большому счету, если смотреть как, ну, просто как перекус. Один из перекусов. Ну, да, в чём нет. Сладких. Подсластись. Ну, что же, спасибо вам за внедрение в нашу сибирскую жизнь аргентинских тех сладостей. Я напомню, что у нас в гостях была Анастасия Глухова, директора производственной компании «Аргентинские сладости», собственно. Спасибо вам. Приятного аппетита тем, кто смотрит и переживает за нас, что нам тут не достанется. Достанется, всё нормально. Сейчас парочку тут заныкаем куда-нибудь.